Приветствую вас! Кстати, есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, ваше пристальное внимание, если угодно. Первое, это чем обусловлен выбор мужчины с разницей в возрасте 10 лет. Родица в возрасте 10 лет довольно серьезная и, может быть, у этого есть подоплека. Может быть, у этого есть подоплека и вы эту подоплеку, возможно, сами не осознаете. Если так, то необходимо это понять, необходимо это разобрать, потому что, как я уже сказал, разница в 10 лет довольно существенная. Если я ничего не перепутал и вам действительно 28, а мужчине, значит, 30 лет. Далее, значит, ну, во-первых, в любом случае, вне зависимости от того, сколько вам лет, вы, наверное, не будете спорить тем, что все у вас развивалось, ну, очень быстро. Очень быстро и вот тот факт, что развивалось все очень быстро, заставляет меня думать о том, что, скорее всего, у вас именно страсть. По крайней мере, у мужчины страсть, точно. Потому что, да, 9 месяцев он со своей женой уже не живет 9 месяцев. Но это все же не такой большой срок. И вполне вероятно, что он действительно, переживая развод с женой, увидел в вас вот ту самую родственную душу, которая ему сейчас вот так сильно нужна. И он увлекся вами, у него действительно к вам были чувства сильные. Но это была страсть. Это была страсть. И очень печально, что вы за такой короткий период, за такое короткое время открыли человеку душу из сердца. И очень жаль, что вы перевели его из разряда ухажеров в чуть ли не своего мужчину единственного. Это вот не есть правильно здесь, тем более за такой, как я уже сказал, небольшой период. Ну а то, что происходит дальше, то, что происходит дальше, это, в принципе, вполне нормально. Мужчина побыл без нас, и у него открылись глаза, и он начал думать, боже, что я делаю? Надо немножко притробовить. Как-то я, как ребенок, как подросток, увлекся, сейчас вот наломаю дров и потом опять буду жалеть. У меня уже один драк развалившийся за плечами. Ну вот, собственно говоря, надо не повторить ошибки, которые я совершил. Поэтому он и останавливался, и говорит, что не нужно спешить. В этом он брал. Но, момент другой. Во-первых, почему развелись выезд? Почему развел снова? Какие там были проблемы? Потому что эти проблемы, скорее всего, никуда не делись. Они, скорее всего, остались. Если их не проанализировать и не подкорректировать, то они могут дать о себе знать уже в вашей совместной жизни, какими бы родственными душами вы бы не были. Это момент. Второй момент. Я уже сказал, что месяц – это такой большой срок, чтобы сделать из этого мужчины своего единственного мужчину вам. Поэтому этот факт, что вы за какой-то короткий срок полюбили его, говорит только о том, что у вас есть некоторые потребности, которые вы отчаянно, стремительно хотите удовлетворять через этого мужчину. Ну, например, стремление быть защищенным, стремление в надежности и так далее, и так далее, и так далее. Я вас понимаю, но, как вы сами, надеюсь, отдаёте себе отширт в том, что на такой короткий срок мужчину узнать со всех сторон подробно, досконально вы не знаете. И поэтому спешить здесь однажды не стоит. Вам это время стоит использовать для того, чтобы пообщаться с другими мужчинами, чтобы посмотреть, отравнивать, чтобы он увидел, что вы не брать в жизни зря, что вы принимаете его выбор, уважаете его, что вы на него не давите. Это очень важно, потому что мужчина может испугаться того, что вы на него давите и дать задний ход. И самое главное, нужно понять, что с большей долей вероятности можно утверждать, что мужчина даст задний ход. Потому что если бы это была любовь, он бы не засомневался. А так, скорее всего, это страх. И главное быть к этому готовым. И относиться к этому спокойно, рационально и просто-напросто мужчину уберечь от каких-то, знаете, радикальных решений, а сказать просто, что, дорогой, ты прав, давай не будем спешить, давай пообщаемся, давай будем общаться, давай будем встречаться, давай будем выстраивать отношения не спеша. И вот в таком режиме вам бы провести хотя бы полгода, хотя бы год. И тогда вот уже будет понятно, достойный ли этот мужчина вас или нет. Он вас знает, вы его узнаете и так далее. То есть разобраться в этой ситуации можно приглядать. Не спешить, не гадать за счетей, не сосредотачивать свой мир до пределов одного человека. Подумать, какие именно желания вы пытаетесь удовлетворить с помощью этого человека. Что заставило вас открыться ему, потому что какими бы родственными душами вы не были сам, но это очень маленький срок для того, чтобы открываться человеку. Ну и собственно говоря, сохранять свою самостоятельность, соблюдать личные границы. И если вы действительно любите этого мужчину, то ориентироваться на его комфорт. И делать так, как комфортнее ему. И тогда я полагаю, что он будет делать так, как комфортнее вам. Ну и понимать, что человек в порыве ситуации может сказать какие угодно вещи, это далеко не всегда правда. Поэтому здесь вам нужно самой точно подумать, как бы право смыслить, и вы придете к выводу, что мужчина поступил правильно. Он не хочет наловать ошибок. Он, наверное, прямо изгибает, почему именно вы развелись со своим умом хотя бы. Ну и быть более самостоятельным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду нам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.